Привет тебе, мой маленький хейтер, на ваших экранах Planet Zoo. У нас третий сезон, шестая, ну, по-моему, если я ничего не путаю, шестая серия. Вот, мы сейчас с вами займемся небольшими доработками, вот, и развитием в целом нашего зоопарка, поэтому... Наливай себе чаёк, присоединяйся, возьми какую-нибудь вкусняшечку, мы начинаем. Так, у меня, знаете, здесь было два момента. Во-первых, я хотел забрать вот эту вот лодочку, ну, потому что что она здесь, вот одна такая скучная стоит, мы её добавим сюда, к нашим крокодилам из прошлой серии. Наверное, где-то вот так вот, я её сейчас даже немножко притоплю, чтобы она у нас в воде была, да? Да. Вот, выглядит замечательно. Очень даже хорошо, потому что что, природоохранная зона, как говорится, нашего вот этого места, очень важна. Так, и давайте вот здесь, наверное, знаете, я хочу забрать, наверное, вот так вот, да? Вот так вот. Хочешь сказать, многовато, да? Ну, вроде как многовато, но я думаю, у нас всё получится. Так, и забираем, перемещаем, мы сделали копию, да? Да, отлично. Так, эту копию мы с тобой поселим где-то здесь. Во-первых, её нужно из воды достать, да? Ну-ка, 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 сейчас, я думаю, мы с тобой найдём, найдём нужное, важное место для неё. Так, близко, да, наверное, слишком. А вот так вроде было хорошо. А вот так было вообще практически замечательно. Ну, вот она у нас очень капризная, не знаю, не знаю, чё капризничать, давайте, ладно, чуть-чуть подальше её поставим. Так, и есть у нас с тобой, ой, есть у нас с тобой вот такой вот шикарный пирс, да? Мне кажется, он хорошо здесь будет смотреться, плюс крокодильчикам игрушка одна халявная досталась. Они вот здесь сразу подметили такое, опа-опа, что это такое? Вот, сейчас пойдёт, скорее всего, поиграет. Так, ну, в целом они у нас всем довольны. Так, объект обесточен, что это за объект? А, ну, это внутри нашего вот такого торгово-развлекательного комплекса. Сюда мы ещё с вами вернёмся. Тут мы, как бы, не сильно торопимся, никуда не спешим, всё делаем потихоньку, помаленечку. Так, у нас есть с вами шикарная территория, я так считаю. И нужно нам начать, скорее всего, с терраформинга, как обычно. Наворотим мы сейчас немного гор, да, ну-ка. Давай, давай, давай. И я ещё хочу сделать здесь, блин, небольшое озеро мне нужно и смотровую площадочку. Ну, сейчас мы с вами будем потихоньку разбираться, смотреть, как бы это сделать получше. Так, размер можно даже здесь побольше. Вот тут вот мы сейчас повытягиваем с вами. Да, да. Ну, не совсем большой нам, конечно, вольер нужен, но примерно где-то вот так вот, да, кусочек нам, я думаю, с вами подойдёт. Ну, давайте посмотрим, что мы можем сделать с дорогами, потому что я хочу сделать смотровую площадку, которая будет отдельно идти. Лучше её сделать и с деревом, ну, мне кажется, с дерева она будет максимально хороша. Так, подожди, а где у нас был подъём? Ну, мне нужен подъём такой, очень небольшой, блин. Оно перестало, да, так делать? А, это прибавление и убавление. Вот, да, я уже испугался, я пытался не теми кнопками это всё дело сделать. Так, мне нужна... Где шаг у нас тут? Длина подъёма, да, мы сделаем с вами по одному метру, да, это будет такая небольшая лесенка. Ну, её проще всего, по крайней мере, так контролировать. Так, здесь мы делаем вниз и, да, и уводим с тобой. Уводим внутрь вольера. Так, единственное, это нужно сейчас как-то красиво и аккуратно здесь разместить. Он немножко выпендривается, потому что у нас нет сглаживания ландшафта, да? Да. Всё, здесь мы с тобой делаем сглаживание ландшафта. Так, так. Я думаю, вот так нам даже вполне с тобой хватит, да? Такая небольшая смотровая площадочка, куда люди непосредственно смогут зайти. Так, давайте дальше мы с вами немножко потераформим. Так. Это я, наверное, лишнее обязан и должен убрать. Но только тебя что-то очень сильно покороёжило. Хм. Да, такое я не сильно люблю. Так, ладно, давай убираем. Вот так сделаем и... Блин, может побольше немножко. Немножко побольше загиб. Так. Дожди, вот так сделаем. И вот так. Да, будет замечательно. Небольшая такая площадочка. Люди сюда смогут приходить смотреть, но животные, как таковые, нас не достанут. Давайте ещё возьмём вот эти вот навесики. В прошлый раз я как бы его попробовал, мне понравилось. Выглядит довольно-таки хорошо. Здесь мы не будем, наверное, делать с вами никакие перила. Да, у нас будет полностью практически открытая зона для посетителей. Так. Мы делаем вот так вот его по кругу, по изгибу. Ну-ка. Да. Да-да-да-да-да. Мне кажется, выглядит замечательно. Так. Нам нужно ещё небольшое озеро. Да, сейчас буквально немного мы с вами поиграем с ландшафтом. Сделаем тут небольшое озеро. Ну вот прям мне очень даже маленькое нужно. Так. Равнять. Ну-ка. Да. Так будет хорошо, чтобы у нас был и водопой, и внешне оно смотрелось, ну, просто тупо поинтересней. Ландшафт всегда смотрится интереснее, когда есть небольшой у нас кусочек воды. Так. Здесь, кстати, можно тоже немножко сравнять. И нужно поднять горы. Наши вот эти горы немножко повыше. Так. Давай размер возьмём и интенсивность, да, прям на 100%. Будем сейчас всё это дело вытягивать. Давай прям размер ещё больше возьмём. О-о-о. Дела идут. Так. Ну, сейчас, подождите, мы не всё, конечно, здесь будем поднимать. Нужно будет ещё смотреть. Но пока вот так, я думаю, будет достаточно. Так. И делаем с вами барьер. Барьер у нас будет, как обычно, условная ограда. Да? Ну-ка. Давай. Сейчас мы здесь с вами обусловимся. Так, так, так. И здесь, наверное, уже хватит. Блин, мне не нравится вот эта вот привязка. За камерой поворот. Это вот у нас просто, да, без поворота. Так даже лучше будет. Окей. Блин, да что такое? По направлению, да, это следует. Ну-ка. Да. Так лучше всего. Делаем с вами площадочку. Так, 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 так. Здесь, в принципе, ну, я думал, вот так он нам подойдёт. Здесь по-хорошему бы сделать нам искривление. Да? Потому что у нас всё равно идёт с небольшим загибом. Блин, ну, блин, ну, что такое? Давай я тебя отменю, если ты не хочешь нормально у нас тут и выпендриваешься. Так, так. Думаю, вот так подойдёт. Да что такое? Ну, всю её караё... Извините. Извините, у нас тут почти очень культурный контент, поэтому я не сильно ругаюсь. Так, давай смотреть дальше. Нам нужен вход. Вход мы делаем, как обычно, небольшой. Да? О, здесь, кстати, цеплялся прям как будто бы... Прям как будто бы и хорошо смотрелось. Вот так вот. Да? Или ты не зацепилась? А что? В чём проблема? А, нет, всё хорошо. Всё, здесь вроде у нас зацепилась. Мы возьмём кусты. У нас здесь с вами были специальные кусты для наших входов. Да? Которые мы вот так вот немножко с вами прикрываем. Да? Да. Так, по ландшафту нам нужно с вами залить воды. Ну-ка. Да, смотрится хорошо. Сегодня у нас будет с вами терраформинг. Сугубо такой. На природе. Вот. Потому что ничего там такого навороченного мы с вами использовать не будем. Только натуральные, как говорится, ингредиенты. Так, мне ещё вот это вот дерево здесь понравилось. Которое мы в прошлый раз с тобой устанавливали. Давай сейчас его попробуем здесь красиво как-нибудь опрокинуть. Листвы и зелени у нас в этом выпуске будет очень много. Поэтому, если что, будь готов. Так. Это мы ещё чуть-чуть вперёд двигаем. Так. Наверное, можно немножко в воду, да, утопить. Ну-ка. Да. Всё. Так оставляем. Выглядит даже очень хорошо. И я тебе скажу, кто у нас будет сегодня. Сегодня наш гость, а это лось. Да, действительно, столько выпусков у нас с тобой прошло, а лося мы ни одного с тобой не ставили. Популяция в дикой природе 300 тысяч штук. Различные подвиды лосей обитают в Норвегии, Швеции, Франции, России, Эстонии. Много там всяких стран. Они живут в тайге и лиственных лесах. А их рацион составляет в основном из молодых побегов деревьев, а также из древесных растений. Лоси, в принципе, почь прикольное животное. Так, 754 метра им необходима. Необходима им вода. Температура, в принципе, их устраивает вообще всякое разное. Не более одного самца, не более трёх самок. Ну, это замечательно, значит, мы оберём одного самца, трёх самок, и они у нас живут в мире и согласии. Интересные факты. Лоси самые крупные по размеру и весу, вид оленей. Прикольно. Крики самки лося в брачный сезон можно услышать на расстоянии до 3-3-2 километра. Это очень далеко. Лосиха орёт, но она в лесу, с другой стороны, там и не сильно шумно. У лосей нет верхних передних зубов, но есть очень острые нижние передние. Ну, вот такой вот прикус у них, да, ничего тут не поделать. Давайте мы, наверное, сразу возьмём, берём одного мальчика. Да? Ну-ка, пойдём сюда. Одного мальчика мы сюда запускаем. И, блин, я не знаю, хватит ли им здесь места. Я не посмотрел, сколько вообще места в вольере, но мы возьмём, наверное, двух девочек, да? Давай, возьмём двух девочек, и это всё дело мы с тобой сейчас запустим. Попробуем, чтобы нам ребят наших принесли. Да, скорость у нас немножко здесь была ускорена, их что-то быстро сюда вкинули. Вот такие у нас с вами красавцы. Да, смотри какой. Боже мой, да ты прям король лосиный. Да? Да, только худенький какой-то, но мы тебя здесь откормим обязательно. Так, давайте... О, смотри, смотри, вот сразу, да? Вот мы с тобой чувствуем. Так, вот ещё лосиха тут пришла. Сейчас мы здесь наведём красотой порядок. Народ-то сразу прочухал, что да, мы сейчас сюда зайдём, мы посмотрим поближе. Вот, и довольно-таки это аккуратненько у нас смотрится. Хотя, вроде бы, приблуда не такая уж и сложная, правильно, по конструкции? А интерес вызывает большой. Так, давайте мы, наверное, сравняем тут лишнее. Так, давай 70%, ну-ка. Вот так вот сделаем. И здесь, наверное, вот так вот. Ну-ка, 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 подожди. И я лишнее просто как-то поубирать немножко хочу. Да, чтобы оно смотрелось слегка поинтереснее, поизящнее. Хотя, хотя, можно ещё вот здесь вот это всё дело выложить камнями. Но мы сейчас посмотрим, что в целом любят лоси, и им это всё дело сделаем. Так, по ландшафту. Здесь их, в принципе, вообще всё устраивает, да? Не хватает им укрытия. Укрытие лосиное мы сейчас им придумаем. Будет у них самое хорошее лосиное укрытие. Так, здесь хорошо, здесь хорошо, здесь тоже всё хорошо, всё замечательно. Единственное, по укрытию. Так, укрытие мы с вами, блин, сейчас вкопаем, наверное, где-нибудь вот здесь. Я думаю, должно получиться очень даже неплохо. Так, возьмём, наверное, немножко поменьше и немножко побольше. Ну, так, четвёрочку, наверное. Ну-ка, давай попробуем лосям вкопать укрытие. Не знаю, насколько им понравится, но я сейчас что-нибудь интересное да придумаю. Так, а даже знаешь что? Давай посмотрим в чертежах. У нас же были какие-то довольно большие укрытия с тобой. Так, ну вот у нас есть с вами, в принципе, шикарное укрытие, которое мы можем здесь сейчас с вами в скалу и встроить. Да? Вот по размеру как? Лосику, в принципе, должно подойти. Да? Я вот сейчас так смотрю. Да, лось туда вполне заходит. Я надеюсь, это укрытие не покажется ему слишком маленьким. Так, давай, вот так вот. Блин, вот как влитое оно прямо сюда вошло. Да? Давайте даже с паузы снимем. Посмотрим на всю эту ситуацию. Так. Лосяшкин. Насколько тебе здесь нравится? Растения. Да, это понятно. Укрытие. Укрытие ноль. Ха-ха-ха. А почему? А почему тебе не нравится? Вот он, смотри, он лёг. Он лёг такой красивый. Сейчас мы посмотрим из укрытия вообще, которые у них там есть. Смотри, какой. Да? Самец. Девчонки у него там ходят. Травка есть. Вообще все дела. Так. Ну тебе точно не нравится укрытие, да? Которое я тут сделал. На. Тебе не нравится. Давай посмотрим тогда по вольерам. Так. Давайте я сейчас опять на паузу нажму. Потому что там люди ходят, кричат. Ничего интересного. На самом деле не рассказывают нам. Так. Вид. Лось. Да? И ка-ла-ла-ле. Вот он. Лось. Лось красавчик. Так. А что у тебя тут такого невероятного лосиного? Тебе типа нужно побольше просто сделать вольер. Но вольер. Типа самоукрытие. Ну мы в целом даже можем это сделать, я думаю. Да? Ну потому что я смотрю здесь в принципе все то же самое. Просто укрытие ему видимо немножко побольше нужно по размеру. Да? Давай мы тогда уберем здесь лишние камни. Здесь это все пусть остается. Тут конечно под вопросом. Но вроде маленькая лосиха здесь сможет потусить. Давайте возьмем. Сделаем копии. Так. Привязку нужно убрать. Привязка к поверхности. Да. Все. Так. Берем. Окей. Ну-ка. Если мы вот так вот чуть-чуть покрутим. Допустим. Поднимем здесь еще один камушек. Вот так вот его поставим. Ну-ка. Блин. Мне кажется нет. Слишком. Слишком низко он будет. Так. Один сюда. Угу. Да. Для лосика мне кажется слишком низко это будет. Поэтому давай мы сейчас это все дело выделяем. И попробуем повыше. Ну примерно где-то вот так вот. Да. Можно даже еще повыше поднять. Окей. Ну-ка. Да. В целом по-моему неплохо. Так. Нам нужно только вот эти вот сейчас лишние все моменты подзакрыть. Блин. Нет. Слишком огромный какой-то камень взял. Потому что у нас здесь вот дырки какие-то идут. Я бы хотел эти дырки чем-нибудь подзакрыть. Так. Каменная история у нас с вами продолжается. Куда же без нее. Вот здесь мы тоже один подопрем. Да. Как будто у нас вся эта плита на одном маленьком камушке висит. Так. Ладно. Давай. Давай посмотрим. Что-то ты вскочил. Видимо тебе понравилось. Да. Нет. Укрытие на 11% всего. Да ты ладно. Ну ты прикалываешься же надо мной. Ну в принципе нет. Может и не прикалывается. Они у нас слишком большие. Да. Для этого дела. Давай тогда мы вот так вот лишние камни здесь внутри поубираем. Может действительно им просто нужно намного больше места. Так. Здесь у нас в принципе пещера позволяет. Просто есть некоторые нюансы. Мы эти нюансы сейчас с вами слегка почистим. Блин. Я там где-то вдалеке ударил деревья. Кто бы мог подумать. Так. Вот этот валун мы тоже удаляем. Вот этот большой. Я так понимаю нам тоже не особо нужен. Да. А вот такая вот тебе щита ебенка как. Мне кажется хорошо. Давай посмотрим вольер. Возьмем тебе вольер. Спальное место. Огромное. Да. Вот так вот возьмем тебе. Два спальных огромных места сделаем. Ну-ка. Мистер Лось. Иди сюда. Куда ты там пополз. А укрытие уже на 85% ему нравится. Ну это уже неплохо. 85% это можно жить. Так. Мы еще вот сюда вот поставим с вами. Елочки просто красивые. Так. Ну давайте здесь камни немножко попереставляем тогда. Что ж поделать. Так. Наверное вот сюда. Раз. Да. Дырки лишние позакрывать. Так. Ты тоже иди сюда. Я тобой вот здесь вот закрою. А здесь. Ну я не знаю. У них будет детская. Для маленьких детских лосей. Так. Ну-ка. Здесь поубираем. Ну вот как-то не очень смотрится. Так вот вроде получше. Ну вот это вот еще уберу. Да. Давай возьмем. Сделаем копию. Большую сюда еще поставим. Блин. Нет. Большая у нас тут слишком много места срезает. Так. Ну-ка давай-ка. 99%. Ну все. Это считай уже соточка. Это уже соточка. Это очень даже хорошо. Так. Тогда мы каким образом сейчас мистер лось с тобой поступим. Так. А у нас здесь есть с вами какой-то водопадик. А здесь у нас нет никакого водопадика. Да? О людей. Сколько пришло. Ты посмотри. Мне кажется нам нужно было делать может побольше вот эту штуку. Они там что-то с лосями пытаются фотографироваться. А у тебя там есть что-то? Ну-ка покажи. Подожди. Опа-опа-опа. Что ты там фотографируешь? Непонятно размыто. Даже подглядеть мы с вами нормально не можем. Так. Ну ладно. Это у нас в целом водопой. Давайте смотреть по вольеру. Что нам нужно нашим лосикам. Чтобы они были максимально счастливы. Так. В первую очередь им нужна кормушка. Кормушка для животных на подвесе. Вот так вот. Мы поставим ее вот так вот возле дома. Да? Чтобы они выходили здесь и развлекались. Корыто для еды большое. Мы с вами поставим сюда. Да? Потому что что? Потому что я думаю максимально будет приятно всем пстителям. Когда они придут сюда покушать. И... Ну непосредственно это все будет в визуальном доступе. Так. Поставим две. Вот здесь вот чесалочки. Да? Одно слева. Одно справа. Мне кажется... Да. Это хорошо. Хорошая идея. Опять же. Лось это у нас что в первую очередь? По-моему тайга. Да? Ну-ка давай давай посмотрим. Какое у них место обитания. Да. Тайга. Лиственный лес. Воду мы не берем. Тундра. Ну давай ладно и тундру возьмем. Во-первых мы берем с вами камни. Да? Где они у нас? Ну-ка вот такого цвета как вы. Ну как-то как будто бы не очень. Так. Сейчас еще посмотрю варианты. Ну это вроде как наши почти стандартные. Да? Я просто хочу вот здесь вот как-то это дело все подукрасить. Может быть камушками прикрыть? Мне кажется было бы хорошо. Смотрелось бы интересно. Так. Да. Давайте я наверное вот здесь вот камушками все украшу. Но наверное все это дело я вам показывать не буду. Покажу уже результат. Так. Украсил я это все дело камнями. Да? Получился у нас вот такой вот интересный променадный я не знаю мостик. Мне кажется выглядит даже очень хорошо. Так. Но нам нужно с вами теперь по природе. Очень много заселить. Засеять. Я хочу прям чтобы были разные деревья. Всякие украшательства. Чтобы это все прям было такое. Тайга. Тайга. Да. Тундра. Тундра. Так. Давайте сначала добавим больших деревьев. Да? Их мы берем с вами в основном на фон. То есть это где-то они вот с этой стороны будут стоять. Ну-ка. 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 Да. Вот. Это хорошо. Так. Есть еще у нас большие деревья. Это вообще замечательно. Ставим сюда. Сейчас с этой стороны мы добавляем. Это можно даже чуть-чуть поближе. Да? Сейчас, сейчас, сейчас. Подожди. Ты с выводами особо не торопись. Я думаю будет у нас даже очень красиво. Так. Деревья мы добавляем сюда. Что касательно елочек. Елочек это вообще очень так сказать важная часть нашей тайги. Так. Давай добавим сюда. Добавим сюда елочку. Так. Где-то вот здесь еще разместим. Нам нужны, знаешь, еще маленькие какие-нибудь елочки. Совершенно небольшие. Так. О. Есть трава. Да? Такие небольшие кустарнички. Мы их вот здесь вот между камней с тобой сейчас будем размещать. Можно побольше. Что у нас здесь? Трава с тобой в любом случае растет. Да? И рядом с камнями она выглядит прям как у себя дома. Так. Это добавили. Здесь добавили. Тут тоже немножко травы накидали. Чтобы со всех сторон ее было побольше. Давай здесь даже вот так вот сделаем. Несколько кусочков. Так. И вот здесь я тоже хочу немножко побольше. Да? Да. Замечательно. Я не знаю. Лосям вообще нравится высокая трава? Потому что я сейчас планирую ее добавить. Да? Давай посмотрим. Лось. Ну-ка иди сюда. Мне нужно понять. Земля, камень, песок, высокая трава. А ну ее и так в принципе много. Да? Они больше любят низкой травы. Ну видимо им проще от этого ходить. Так. Ну ладно. Мы сейчас будем разбираться. Нам нужно еще ищу какие-нибудь растения красивые. Ищем именно красивые растения. Так. Вот это кстати знаешь деревце такое. Довольно таки необычное. Мы такие с тобой в основном не ставим. Но здесь мне кажется оно придется в самую пору. Так. И знаешь я еще бы хотел. Здесь вот такое вот место интересное. Возможно сделать какой-нибудь водопадик. Ну-ка давай посмотрим по объектам. Нет. Где у нас была природа? Водопады же у нас по-моему в природе? Или в строительстве? Я не могу вспомнить где у нас с тобой были водопады. Не в вольере? В природе да скорее всего. Да. Смотри. Я искал медь. А нашел скорее всего золото. И мне очень нравится как эта штука здесь смотрится. Да. Смотри. Такая типа альпийская горка. Вот. И здесь она прям как будто бы на своем месте. Я думал еще там просто на фон водопадик какой-нибудь поставить. Но наверное нет. Кстати. У нас же скоро преддверие нового года. Ты посмотри. У нас есть какие красивые елки. Вот. Пиши обязательно в комментариях. Будем ли мы делать с тобой новогоднюю новогоднюю ярмарку какую-нибудь. Где поставим елку и все вот эти вот дела. И будет у нас достаточно с тобой красиво. Крайней мере я надеюсь что так будет. Так. Вот кстати тоже деревце неплохое. Можно его прям вот здесь вот и поставить. Да? Да. Чтобы люди у нас проходили. Да. Мне кажется это смотрится даже очень-очень хорошо. Так. Что бы еще могло понравиться нашим лосикам. Я его тут листаю. Вообще очень много. Куча всяких-всяких таких моментов. Вот. Есть и очень красивые. Ооо. Блин. Ну мне вот эти нравятся. Но они сюда по-моему не подходят. Слегонца как говорится не подходят. Но мне нравится вот эта желтая трава. Желтая трава мне очень нравится. Не знаю насколько она будет здесь к месту. Но мне кажется очень хорошо. В некоторых местах немножко желтизны такой добавить. Так. Испанский мух у нас есть. Ну-ка ничего себе. Смотри какая штука. Ну-ка давай-ка мы сделаем привязку к позиции. Ну-ка ну-ка подожди. А что ты не привязываешься. Давай тогда мы тебя с привязкой к поверхности сделаем. Мне кажется будет смотреться очень даже хорошо. Если мы сюда с тобой пару штучек вот так вот добавим. Да. Ну-ка. Вот так. Да. Неправда. Что-то кривые косые какие-то. Но ладно. Мы сейчас с этим подожди разберемся. Мы возьмем вот это. Просто сделаем копию. Она у нас вроде бы ровненькая такая. Вот. И продублируем сюда рядышком. Можно ее сделать чуть-чуть пониже даже. Да. Да. Вот. Теперь они две ровненькие штучки. Ну такая пещерка немножко подзаросла. Да. Пещерка подзаросла. Мы знаем. Мы знаем что? Мы знаем что такое бывает. Хе-хе-хе-хе. Так. Что у нас есть еще такого интересного бы сюда добавить? Я вот прям не знаю. Я хотел здесь же все заселить. Вот. Но это нет. Это слишком мелкое для нас. Нам нужно что-то довольно покрупнее. Ну-ка. Да. Давай сюда пару цветочков добавим. Вот здесь вот. И не знаю. Красоты какой-нибудь разместим. Ну-ка. Что это такое? Ну нет. Такие мне не особо нравятся. Но пенечек еще можно. Да? Пенечка. Пенька побольше нет случайно у вас? Я бы наверное добавил. Где? 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 А вот это что такое? О! Вот это в нашей балочистой местности мне кажется вообще очень подойдет. Да? Давай сюда чуть-чуть заселим. Сюда чуть-чуть заселим. Потому что вода у нас такая не особо активная. Мне кажется вот этот вот мох будет смотреться. Очень хорошо. Так. Хорошо. Хорошо. Мы практически молодцы с тобой. О! Это вот штришок, которого мы с тобой заслуживаем. Так. Давай берем привязку к поверхности. Такие золотистые елочки. Да? Почему бы и нет? Давай вот сюда поставим. Есть еще одна какая-нибудь побольше? Да. Побольше мы поставим сюда, чтобы у них такой лес лосиный лес был. Понимаешь? Так. Здесь можно было бы, но цвет немножко нам не подходит. Вот эти штуки очень мне нравятся. Делаем привязку к поверхности. Да. Выглядит просто сногсшибательно. Такой красивый ковер. Можно его, знаешь, даже вот здесь вот прям побольше разместить. Пусть у нас будет такая красная полянка здесь. Да? Да. Мне кажется очень хорошо. Ну вот так. Вот так. Сюда добавим. Здесь добавим. Ну ты смотри-ка. Да? Вот так вот нашлепали. И выглядит, ну, очень, мне кажется, круто. Но не хватает камней. Да? Давай мы с тобой вот здесь вот копернем. И попробуем разместить такую, чтобы у нас скала была довольно-таки скальная. Так. Не пойдет. Мне придется выбрать камни. Мне придется выбрать камни. Давай добавим. Дан-дан-дан. Так. Вода нам не нужна. Берем камни. Они здесь у нас в самом низу. Ну-ка. Побольше и ничего страшного. Пусть они у нас будут побольше, зато выглядеть должны поинтереснее. Ну-ка. Так. Давай поглубже. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Угу. Мне кажется, выглядит хорошо. Так. Это сюда. Да, и где-то у нас еще плоские были такие. Ну-ка. Попробуем их красиво здесь притопить. Вот так вот. Да? Да. Мне кажется, уже совершенно другая история здесь начинается. Вот так. Да. И здесь чуть поглубже. Так. Еще добавим какой-нибудь вот огромный валуняку. Ну-ка. Да. Да-да-да. Мне определенно нравится, что они здесь все на этих местах так будут выглядеть. Давай утопим. Немножко здесь поповорачиваем. Ну-ка. Так. Так. Вот здесь вот. Работа с камнем, она, знаешь, тоже и важна, и нужна, и вообще очень интересна. Так. Ага. Чтобы для разнообразия, чтобы у нас с тобой был красивый скальный след. Да? Вот так вот так. С этой стороны еще один уток. Ну-ка. Ну, посмотри. Разве смотрится плохо? Ну, конечно же, нет. Так. А есть еще какая-нибудь листва подобного типа? Мне что-то как-то она понравилась. Вот это что такое? А, это синенькие какие-то. Это синенькие какие-то цветаечки. Мы их тоже с тобой здесь заселим. Ну-ка. Ну, мне кажется, девчонкам вообще эта серия понравится. Она очень цветочная. Если меня смотрят девчонки, то лайк и комментарий с вас. Это вообще обязательно. Так. Ну, смотри. Да? Уже. Уже заиграла. Заиграла у нас, как я люблю говорить, пахлава. Так. Давай мы вот этот вот возьмем кусочек. Ну, больно он мне понравился. Понравился. И переместим с тобой еще вот сюда. Да? Сейчас мы его здесь красиво с вами как-нибудь обязательно забубеним. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Можно поглубже. Можно не так глубоко. Но в целом мне... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Мне нравится вот так. Давай возьмем тогда ландшафт. Здесь мы его сгладим, вытянем. Ну, то, что я немножко подпортил, я думаю, ничего страшного. Так, сглаживание, сглаживание, сглаживание. Вот здесь оставим им дорожку наверх. Пусть они у нас здесь ходят, поднимаются. Так. Здесь камни мы тоже добавили. Давай еще возьмем вот этих красных цветочков. И здесь тоже побольше разместим. Так, подожди. Привязка у нас есть к поверхности? Да, привязка к поверхности есть. Все, и вот этой красной красоты мы еще с этой стороны добавим. Ну, мне кажется, вольер получился супер шикарным. Ну, не знаю. Не знаю, как тебе. Мне кажется, это супер, супер просто круто. Так, я даже вот этот вот, наверное, момент возьму на превьюшечку. Ну-ка. Да. Вот у нас здесь идет лосяшек. У него вроде все хорошо. А ты что делаешь? Ты какаешь? Ты какаешь отвесно? Он так на меня смотрит, как будто я его прям за таким делом плохим спалил. Ну, ты посмотри, милота какая. Боже мой. Да, любители необычных ощущений. Так, ну, в принципе, вольер у нас с вами есть. Единственное, знаешь, я бы еще посмотрел по каким-нибудь приколюшечкам. Давай я вам вот здесь вот оставлю. Вот здесь вот я еще мячик вам, наверное, брошу. Вот как раз у вас будут ворота. Проиграйте. Так, это что такое? Водопад. Ага. Водопад, кстати, мы тогда вот здесь вот разместим, где я хотел сделать какой-нибудь. Так, есть препятствие. Есть препятствие. Ну, в нашей жизни везде где-то есть препятствие. Что ж теперь поделать? Не, он предлагает там, но там мне не нравится. Ладно, тогда обойдетесь. Давайте я еще арбузик вам куда-нибудь вот здесь вот рядом закину. Ну, вот, будете перед сном, как говорится, хомячить. Да? Да, лосеш. Так, ты там этот, царь зверей, закончил все свои дела? Ну-ка, покажи сюда. Да. Мне кажется, ему вольер определенно нравится. Вот. А тебе, дорогой друг, большое спасибо. Спасибо, что ты смотрел. Не забывай подписываться, ставить лайки, комментировать. И на бусте. Заходи на бусте, подписывайся, мне будет очень приятно. Поддержишь меня немножечко. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok